Игрушечный соловья В последний день рождения музей отметил показом уникальных памятников науки и техники, намеренно, может быть, подчеркнув свое первоначальное название – Музея прикладных знаний. Вот работы каслинских летейщиков начала XIX века. Ведь есть на что посмотреть и современным мастерам. Такие в этом чугуне легкость и изящество. 110 лет назад, когда наш политехнический музей только открылся, его первые посетители могли получить свои изображения с помощью вот такого прибора – прообраза современных фотоаппаратов. Сегодня бесценные по своей редкости портреты. А арифметическая машина Буниковского, с нее у нас началась счетная аппаратура, озадачила всех нас. Никто не мог сообразить, как же на ней умножать, складывать, делить. А ведь всего 100 лет отделяют ее от привычного для нас калькулятора. Политехническому музею выпала благородная доля быть первым в России народным университетом. В доступной массам форме, рассказывая об отечественном изобретательстве, об открытиях, опередивших свое время. Вот, например, модель самобеглой коляски Ивана Кулибина. Механик построил ее в 1791 году, заложив, можно сказать, основу русского автомобилестроения. Деревянные часы Бронниковых. И современный экспонат. Стрекоза с вмонтированными в ее глаз крохотными работающими часами. Автор, миниатюрист, заслуженный мастер народного творчества Николай Сидристый. В общем, как отозвался о выставке Сергей Владимирович Бразцов, сам представивший сюда коллекцию музыкальных автоматов, здесь очень-очень интересно. И, главное, очень полезно.